Ну что, ребят, всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Это новое видео по строительству в Sims 4. Эту озвучку я записываю второй раз. Вообще, это видео какое-то бедолажное. Я не понимаю, что тут происходит. Видео не особо обычное для моего канала. Это общественный лот. Я люблю строить как живые дома, так и общественные лоты. Но я думаю, что вы уже начали замечать, что я, как правило, люблю такие, знаете, небольшие домики, небольшие лоты. Потому что, если я что-то грандиозное строю, то, как правило, я это делаю за кадром, потому что очень много туплю, все перебираю. А монтировать весь этот балаган потом просто, ну, уму непостижимо. Поэтому как-то так вот я пытаюсь, пытаюсь это потихонечку строить. И это видео такое необычное, потому что правило, когда людей спрашивают, что вам нужно из общественных участков, они пишут, как правило, рестораны, парки, кафе, кинотеатры. То есть вот такое, вот знаете, где вы можете со своими симами провести какой-то досуг и классно развлечься всей семьёй, либо парочкой, вот. Но когда я вас спрашивала под одним из видео, какие бы участки типа лотов вы хотели от меня видеть, мне написали то, что хотели бы видеть офис в Сан-Мишуно. Поэтому вот вам, пожалуйста, получите, распишитесь. Вот такое вот офисное здание на крыше, да, где пентхаус у нас, значит, располагался. Теперь здесь вот такой вот классный офис. Я вообще давно хотела что-нибудь такое построить, потому что я не так давно строила больницу, и мне очень понравились предметы из дополнения на работу. И мне хотелось что-нибудь ещё такое узконаправленное построить, но, как вы знаете, нам такие офисы для игры, в принципе, не особо-то нужны. Но если у вас хорошо развита фантазия, и вы можете отыграть какую-нибудь фриланс-карьеру, чтобы вам нужно было ездить в офис, то вот вам, пожалуйста, классное здание. Оно мне очень понравилось. Оно прям, знаете, в стиле каких-то американских фильмов и сериалов, где люди ходят в офис. И ты всегда, как правило, не особо понимаешь, кем они вообще работают, что они делают, какой у них род деятельности. Они просто круто сидят за своими компьютерами, беседуют, слушают радио, пьют чаёк, кофеёк, болтают, ходят на перекур с коллегами, обсуждают руководство. Ну, такие вот, знаете, классные американские офисы мечты. Я в таких офисах не работала, и, в принципе, наверное, никогда и не была. Знаю только по референсам из каких-то фильмов, опять же, либо сериалов. Но в целом я понимала, какую картинку я хочу видеть, и по факту то, что у меня получилось, мне очень сильно понравилось. Мне бы самой хотелось, на самом деле, работать в таком офисе. И, кстати, по поводу работы, наконец-то сегодня, 16 августа, я официально уволена, пришёл приказ о моём увольнении. Я свободна, ребята, гип-гип, ура, просто я могу потратить всё своё теперь, всю свою энергию, всё своё творчество, свободное время в направлении правильном русле, так сказать. Заниматься симсом, всё, что касается всякие стримы, стройки, видосы и так далее. Поэтому, поэтому вот такие вот дела, такие вот новости. Кстати, по поводу ещё новостей по поводу канала, из-за того, что я, как правило, часто строю что-то рандомное, просто вот что-то из головы взяла и построила, вообще абсолютно не связано ни с моим геймплеем, где мне что-то должно пригодиться, ни на заказ я не строю, ничего. Я просто вот сижу и думаю, вот хочу вот это и буду. А теперь я хотела как-то бы всё это правильно, организованно делать. И в мою светлую, наверное, уже не совсем головушку, пришла такая потрясающая дурацкая мысль о том, что я хочу сделать своё сохранение. Но, сразу же оговорюсь, я не буду кидаться громкими словами, что это прям такое, знаете, сохранение-сохранение, где всё будет супер продумано, будут персонажи, семьи со своей историей. Нет, я даже не знаю, в каком формате это потом отдавать, типа как целое сохранение файлом или как, я не знаю. Я просто хочу постараться застроить всё сама. Я знаю, как это дико сложно, намного проще взять чьи-то постройки где-то доставить, но я хочу, я знаю, что это займёт уйму, просто уйму времени, какой-то, я не знаю, но точно больше года на это должно уйти будет, но я всё-таки хочу кинуть себе вызов и действительно попробовать всё застроить сама, потому что я неоднократно ныла про зону комфорта, что я не могу выйти, построить что-то другое. Теперь-таки я вот действительно хочу это сделать, хочу попробовать застроить все города. У нас города очень классные, их уже достаточно много, разработчиков огромный респект, потому что есть с чем поиграться, есть где построить, каждый город по-своему атмосферный, да, везде присутствуют какие-то свои приколюхи, и мне бы очень сильно хотелось попробовать построить вот в каждом городе всё сама, то есть и общественные лоты, и жилые, и так далее. Короче, вот такая вот дурацкая идея фикс мне в голову пришла, я буду пытаться её как-то, не знаю, потихоньку олицетворять, как-то пробовать. Вот, единственное, что я хочу сказать, ребят, не всё будет на запись, не каждое строительство будет в видео. Да, уже на Бусти, между прочим, есть две постройки для скачки, пока что доступны только подписчикам платным, но там выйдет уже достаточно скоро, через полторы недельки, наверное, выйдет в общественный доступ. Там я построила уже домик для Ньюкриста, для небольшой семьи, и также кафе-ресторан такой, как бы для завтраков, не знаю, такой прикольный, в стиле минимализма, в современном стиле, вот, тоже в Ньюкристе. Очень мне нравится данная постройка, поэтому всё, потихоньку будет вот так вот выходить в формате, чекайте обязательно в Бусти, чекайте Телеграм-канал, если ещё не подписаны, подписывайтесь, там чаще всего выходят какие-то новости. Хотела, кстати, поздравить нас всех с 9К на канале, ребята, представляете, у нас тукнула девятка, это огромная цифра, мне так приятно, очень мы растём, мы такая уже большая семья, я бы не сказала, что маленькая, мы же такая большая семья, каждый из вас это вклад в сообщество, вы все очень-очень крутые, я вас безумно люблю, спасибо за вашу поддержку, я её, правда, очень ощущаю, вот, читаю ваши комментарии, и это очень-очень здорово. Мы растём стремительно к 10К, а 10К мы все помним, как мы празднули, да, не будем повторяться, все-все прекрасно знают и ждут, это уже день, как ману небесную, сама жду уже, не могу, вот. Поэтому, если ты ещё вдруг не подписался на этот канал, или первый раз на этом видео, на этом канале, то обязательно подписывайся, если тебя ждёт много чего интересного, на канале выходит проект по Симсу, также стримчики по Симсу, по моей любимейшей династии МакАлистер, и также ещё иногда Фазму стримим, вот, но думаю, со временем будем расширяться, теперь-то у меня времени полно, но я что-нибудь придумаю, как сяду, как запишу всё в свой блокнотик, и буду тут идеи генерировать. Короче, всё впереди, я сейчас пока что в таком расслабленном, расхлябанном состоянии, я ещё пытаюсь понять, я вчера ещё последнюю смену просто работала, вот, поэтому я ещё пока не ощущаю себя на отдыхе, вот сейчас как отдохну, а потом уже всё, буду, знаете, все эти планы свои планировать. Вот, что хотелось бы дальше сказать про Бусти, я уже говорила эти новости, поэтому сразу же скажу, всё, что я буду строить для сохранения, оно также будет выходить на Бусти. Сперва это будет в доступе для платных подписчиков, да, я уже рассказывала, что я сейчас не буду строить с допами, также создавать персонажей с доп-контентом, поэтому у меня теперь будут только на УССИ какие-то постройки. Вот, ранжирование подписки абсолютно обычное, то есть, да, никому никаких приколов разных ничем не будет отличаться на уровне подписки. Общая приколюха это ранний доступ на две недели, чем остальным пользователям. Но я сделала три вида подписки на любой карман, да, любой кошелёк, если вы самостоятельно захотите как-то подержать, то просто welcome, потому что сейчас я буду без работы сидеть, а на спасибо хлеб не купишь, вот, ну такой вот, знаете, небольшой байт, но это абсолютно на усмотрение каждого, по желанию можете вообще не подписывать, ждать две недели и всё, и пожалуйста, скачивать, вот. Но, опять же, не все постройки будут выходить в общий доступ, тут уже я буду решать из своего какого-то внутреннего ощущения, потому что действительно некоторые постройки очень сильно выматывают, и ты действительно не хочешь просто вот так делиться. Я очень добрый человек, а всегда, в принципе, вам очень много что даю на скачку, вот. Я не знаю, что такое грандиозное должно построить, чтобы зажопить это, вот, но, наверное, что-то такое будет. Потому что как-то хочется же отблагодарить ребят, которые поддерживают монеточку, они же все бусенькие-зайники, но вообще все бусенькие-зайники, всех очень сильно люблю. Вот. Вот такие вот новости, да, про бусте я уже говорила, повторюсь, да, но чтобы мало ли кто-то не слышал, вот такие вот дела. И, собственно, я действительно не знаю, как потом выкатывать это сохранение, но это будет не скоро, поэтому думать об этом будем потом. Как говорит моя любимая мамочка, будем решать проблемы по мере их поступления. Вот так вот. Я так пожить не жу. Это вообще какой-то кайф. И вообще, я надеюсь, вы слышите в моем голосе какую-то бодрость, потому что действительно я обожаю что-то менять в своей жизни, вот, особенно если что-то плохое заканчивается, и ты чувствуешь, что прям нутром из задницы ощущаешь, что впереди тебя ждет что-то классное. Я обожаю перемены, я к ним отношусь абсолютно позитивно, ничего не боюсь, потому что знаю, что жизнь одна, и прожить ее нужно круто, в свое удовольствие. И в коем случае нельзя жить ради чего-то, там, ну, как-то работать на нелюбимой работе, страдать, ныть, и все равно на нее ходить, чего бы это вам не стоило. Во-первых, это стоит ваших нервов и здоровья, как физического, так и ментального, поэтому, да, мне уж, что после года работы администратором в этой клинике точно потребуется большое время на восстановление. Поэтому, да, ребят, живите, кайфуйте, помните, что жизнь одна, прожить ее нужно так здорово, чтобы потом ни о чем не жалеть. Но, опять же, это все нужно делать в рамках разумного. Не нужно падать в омут с головой и такой на все забивать, и говорить, все, жизнь одна. Люба сказала, вообще-то, классно жить, кайфовать. Вот, ну, все должно быть, конечно, как-то, вот, все по-нормальному, да, как бы, давайте, давайте. Я тут вас, это, не жизни пришла учить, а Sims вам показывать, поэтому просто смотрите. Да. Наверное, что-то еще нужно рассказать про эту построечку. Она двухэтажная, да. На первом этаже у нас расположены просто офисы, чисто классические, вот эти офисы, где, знаете, закуточки под компьютер, и ты сидишь, и ты даже не знаешь имя своего коллеги, такой думаешь, ну, вот он сидит, и хорошо. Он свою работу делает, я свою работу делаю. Он не мешает, я ему не мешаю. Спасибо, спасибо. До свидания. Вот, и как бы, потом тут есть еще конференц-зал, где, собственно, ты будешь со своим боссом сидеть, вопросики решать, вот, и сам кабинет босса с приемной комиссией, приемной комиссией, почему? Просто приемная, где сидит секретарь, небольшая кухонька, где можно разогреть себе покушать, либо заказать сюда еду, также там посидеть за небольшим столиком, либо поесть на веранде на улице, там есть столики, я поставила. На втором этаже также располагается небольшое офисное само здание, да, небольшая комнатка, и что там еще у нас, между прочим, имеется, это курилочка, курилочка, да, потому что я думаю, что в классических таких офисах американского стиля есть курилка, где можно выйти, посидеть, почилить, посмотреть телек, но это прям вот такой небольшой кофе-брейк. Сделал кофеечек, пошел в курилку, поболтал с коллегами, обменялся сплетнями и дальше пошел работать. Ну, а сейчас век электронных сигарет, я думаю, что на самом деле в таких офисах уже все давно сидят просто за своими компами, никуда не выходят и похотят себе свои ашки. Вообще, осуждаю, не поддерживаю, ничего не слушайте, не запоминайте, что я вам тут говорю. Короче, вот такой вот офис у меня получился в классическом, опять же скажу, стиле. Внутри все очень круто, здорово, весело, задорно, что? Все светлое такое, мне нравится, в современном стиле. Везде развешаны какие-то дипломы, какие-то сертификаты, наверное, какие-то грамоты, которые выдавались с этой компанией. Я не знаю, чем бы они занимались реально, ну, может, какая-то фирма по рекламе действительно, либо какие-нибудь брокеры, не знаю, ставки на спорт, один эксперт, нет. Ну, и туалет есть, конечно, классический такой, офисный туалет. Такая вот стройка у меня получилась, мне очень сильно понравилась, обязательно отпишитесь, если будете забирать ее в игру, если вам это пригодится в вашей игре, вашим персонажам, а вообще человек, который мне порекомендовал это построить, если ты смотришь это видео, отпишись, да, вот, я твою просьбу выполнила, офис построила, и поэтому вот, можете пользоваться, можете забирать, отправлять своих персонажей на открытую карьеру, которую вы отыгрываете сами. Да, как вы могли понять, я вообще реализм полностью, да, поддерживаю во всем в моей игре, поэтому все мои строительства, они вот как-то, я не знаю, мне уже неоднократно это тоже писали, говорили, что есть какой-то вайб в том, что я не всегда стараюсь захламить, но даже если я не захламляю, я все равно какие-то такие небольшие детали оставляю, да, которые указывают на какой-то реализм. Я вот всегда стараюсь делать такие, потому что очень-очень много строителей, очень много крутых людей с большим количеством идей, и ты иногда скачиваешь их в стройке, и либо тебе чего-то не хватает, либо наоборот, столько много всего напихано, что ты думаешь, человек переусердствовал, что ли, получается, или все очень-очень красиво сделано, но неиграбельно, вот, вот, не может Сим не пройти, не проехать, то у него там это багует, то еще что-то. Я всегда все свои постройки стараюсь, очень-очень стараюсь проверить наиграбельность, вот, но я всегда вкладываю такую душу, и делаю без фанатизма, делаю так, чтобы это было реалистично. Почему без фанатизма? Потому что некоторые прям, ну, чересчур стараются, вот, я опять же стараюсь не нагружать лоты, чтобы у всех они шли, тем более я сейчас отошла от доп-контента, да, и я на самом деле кайфую, потому что я рассматриваю каждый предмет в игре, но опять же все равно хочется бить себя неистово по рукам, из-за того, что я все равно использую часто одни и те же предметы. Вот что с допами так было, что без допов, я уже привыкла к каким-то предметам, они для меня любимые, я на другие даже внимания не обращаю, и по умолчанию юзаю одно и то же. На самом деле, это абсолютно неправильная позиция, от этого нужно уходить, вот поэтому, наверное, таки я себе решила этот челлендж сделать, чтобы застроить сама все города, потому что, извини меня, Люба, в Fargotten Hollow ты себе не построишь вот такое, такое офисное здание, к примеру, да, почему бы, или какой-нибудь небольшой уютный домик в стиле Хэнфорда, ты там не впихнешь, поэтому в каждом городе своя атмосфера, это очень круто, и действительно, я думаю, у меня получится выйти из зоны комфорта, что-то построить, есть несколько городов, в которых я боюсь как огня, я действительно очень сильно боюсь Винденбурга, потому что там такой стиль Тюдор, он весь такой мрачный, не знаю, такое в старину, в Англию ходит, я такое не то, что не люблю, я не умею такое строить, мне очень страшно, что будет получаться какая-то ахинея, это действительно очень стрёмно, поэтому, я не знаю, мне кажется, у меня весь Винденбург будет не на запись, а за кадром, потому что я очень сильно буду уставать, все это дело монтировать, также Бричестер, там очень, знаете, специфические такие здания, то есть, типа, общагу переделать, это еще окей, это не сложно, какую-то общую комнату Фоксбери или Бричестера, тоже как бы не особо, я думаю, все это дело сложное, а вот какие-нибудь такие поставить там заведения в плане забегаловки, бары для студентов, не знаю, вот эти вот коттеджи там некоторые стоят, пентхаусы тоже, они вот в этом стиле, тоже, я бы сказала, какой-то Англии, у них своя определенная стилистика, я такое тоже строить не особо умею, но буду пробовать, буду пробовать, потому что там просто коробка в экстерьере, она будет смотреться вообще несуразно, там нужно прям вот подбирать, уметь все делать красиво, чтобы у тебя экстерьер был, и по цвету, все это по стилю, ой, короче, просто ой, также я думаю, Сулани, это достаточно такой сложноватый челлендж будет, потому что, ну, в Сулани, в принципе, там прикольно, там можно построить, но с моим-то минимализмом, я думаю, у меня не получится прям всю вот эту Акукарачу создать, вот это вот все, южное, вот это вот все, не знаю, цыганские пляски, почему цыганские, африканские, я не знаю, господи, Суаш, что я несу, также бату я, наверное, вообще трогать не буду, я даже не знаю, можно ли там перестраивать, серьезно, я не знаю, когда-нибудь было на этом бату, что там у нас еще есть, Тартоза, Тартоза, очень крутой город, вот этот вот, знаете, испанский стиль, очень красивый, но опять же, это так сложно для меня, все вот эти вот шикарные какие-то особняки для отдыха, делать винодельню, ой, я не знаю, то же самое, что в Азисе, если честно, там немножко перекликаются стили, я думаю, ну в Азисе можно сделать и по минимуму, то есть там не обязательно лепить все вот это вычурное, там можно просто сделать такие сдержанные дома в песочных оттенках, да, там вот внутри, чтобы был вот этот вот комплект, мой личный Азис, то есть, не знаю, великолепный век, вот это все для меня это очень сложно, наверное, будет построить все эти восточные танцы, восточные сказки, да, зачем ты мне строишь глазки, манишь, дур, вот, что еще, наверное, такое, ну, простые для меня это, наверное, все-таки Нью Крест, Виллу Крик, Стрэнджер Виль, по стилю классно можно будет застроить, новый Коппердейл, который, мод вот Вилл, тоже достаточно сложно будет, потому что там хотелось бы делать какие-то заброшки, а заброшки это действительно очень много времени, это долгие ковыряния в отладке, но я думаю, это тоже с опытом придет, на это можно просто потратить время, которое у меня теперь полно, вот, в этом будет круто, я думаю, да, что у нас еще, Сан-Мишуна, Сан-Мишуна круто, это квартиры, я люблю квартиры, но это я говорю вам до тех пор, пока я не застрою все маленькие квартиры, а потом-то я перейду к большому двухэтажному, вот там-то будет задница, потому что вы дайте все дорого-богато, знаете, дорого не жили, нехер начинать, я не умею, я не знаю, что у них дома, откуда я знаю, я знаю только, как у Джины Джигана, дома красиво, дорого, и вот, вот это вот вам построю, и все, и будете знать, то же самое Даль Сульвеля, дорого-богато, это ужас, я не знаю, где там особняки брать, наверное, может быть, чей-то поставлю, хотя, хотя попробую, вот такие вот планы, планы просто грандиозные на канал, но также, конечно, юный фермер, я его не забрасываю, я его, конечно же, оставляю, вот, просто там как бы по наитию душа лежит, я буду делать, вы должны понимать, что одно дело, это строительство записать, да, смонтировать, как бы строят все, строят много, строят часто, для меня строительство, это просто отвод души, очень многие люди расслабляются в кассе, я наоборот в стройке, я захожу в стройку, я творю, мне нравится, а тут по факту, что зажал кнопку записи, пожалуйста, пиши себе, единственная потом заморочка, конечно же, все это озвучить, смонтировать, да выложить, но это опять же не так и сложно, как тот же геймплейный проект, который достаточно сложный и в плане записи, и в плане монтажа, вот это вот все подобрать, поэтому это занимает очень много ресурсов, времени, я думаю, все вот эти глупенькие вопросики, а когда должна выйти серия, вообще-то я жду, а еще там что-то, это нужно как-то подходить с умом, прежде чем спросить, я думаю, да, и понимать какой-то, ну, большой труд на самом деле, чтобы сделать качественно и хорошо, а если кто-то до сих пор этого не понимает, просто как вот, вот знаете, домашнее задание, вот попробуйте что-то снять, попробуйте снять один день своей игры, потом красиво это все смонтировать, чтобы не было никаких косяков, да, добавить музычку где-то, может быть вставочки какие-то, и вот попробуйте это все дело смонтировать, просто как эксперимент, чтобы понимать, сколько времени это занимает, сколько сил на это уходит, и как ты потом действительно можешь перегореть к своему проекту, к игре в частности, это очень частая проблема у всех игроков, я думаю, ну, в плане, кто снимает, да, я просто не скажу симмеров, потому что по любой игре так можно перегореть, вот, вот такие вот дела, вот такие новости, как вообще ваше лето, какие планы, у меня тут планы просто дико грандиозные, мы сейчас на ближайших выходных уезжаем с друзьями, с палатками отдыхать, на Можейской водохранилище, там очень здорово, это будет кемпинг, такой дикий отдых, знаете, ну, это совсем на чуть-чуть, на два дня буквально на выходные, но все равно, я этого так жду, это все-таки такой отвод души, все равно, посидеть, кайфануть, отдохнуть у костра, переночевать в палатке, покупаться у ледяной речки утром, когда дымка над водой, ой, это очень романтично, я такое обожаю, обожаю этот отдых, вот, потом, мы с вами что делаем, мы с вами копим, значит, на Питер, Любке собираем, чтобы она поехала, встретилась с своими подписчиками в Питере, вот, поэтому, поэтому копим, как только на копим, я выдвигаюсь в Питер, сразу здесь с вами, встретиться, и, собственно, что еще, а, еще мне вчера подруга такая говорит, Люба, мы уже с 29-го на машине, едем на море, мы так же поехали с нами, вот, там буквально на несколько дней, я не знаю, я не знаю, с одной стороны хочется, с другой стороны, это как бы тоже деньги, а я теперь все, а я теперь бомж, а я теперь безработная, как бы, да, сами знаете то, что сейчас от Ютуба денежек очень мало, буквально нет, их нет, их просто нет, ты работаешь за лайки, за комментарии, за вашу поддержку, отдачу, поэтому, опять же, да, было бы, были бы деньги, желаний есть всегда, как говорится, ну, посмотрим, вдруг получится отдохнуть, тогда вообще к вам такая, приеду отдохнувшую, так творить буду, а скоро сентябрь, скоро осень, я так люблю осень, на самом деле, раннюю, я ее так жду, потому что хочу вот эту утреннюю дымку, я хочу, когда падают листва, безумно красиво, ты делаешь какой-нибудь пирог, яблочный с корицей, все это пахнет невыносимо, читаешь книжечку под пледом, смотришь Гарри Путера, это вот все, ой, как я это люблю, и я так это жду уже, на самом деле, вот, хотя хочу еще насладиться последними теплыми деньгами, сейчас середина августа, достаточно здорово, жарит, жарит, конечно, башка кипит, при том, как сидишь за компьютером, достаточно тяжеловато все это вывести, но в целом, почему бы и нет, в целом, держимся, оп, оп, живем, живем, как говорится, да, вот, все-таки это и лето, но то оно и лето, и вот я сейчас пока свободна, могу до конца отгулять лето, насладиться последними летними днями, ощутить эту свободу, вот, и надеюсь, то, что ваше лето тоже проходит круто, пишите обязательно, есть ли вам что смотреть, не обделены ли вы контентом, потому что мне всегда так приятно, когда мне пишут, Люба, спасибо тебе большое за то, что ты делаешь, за твой контент, так рад, так нечего смотреть, ты всегда радуешься, всегда вдохновляюсь твоими видео и идеями, я всегда, когда сама провисаю в активности, я всегда думаю, господи, что им смотреть, мои бедные бусинки, надеюсь, им есть что смотреть, поэтому надеюсь, есть вам что смотреть, да, мои видео выходят не так часто, но, я думаю, все уже поняли, что чаще у меня сейчас выходят стримы, и это все потому, что хочется отдохнуть, хочется просто поиграть, и поиграть с вами, живое общение, это очень круто, поэтому, ребята, кто так не попадает на стримы, или думает, что я не смотрю эту династию, мне там нечего делать, вам не обязательно пересматривать все видео, чтобы понять, что за династия Макалестер, что там вообще происходит, не переживайте, приходите, общайтесь, Под видео всегда есть ссылочка на Древо Династии, вы можете понять, за кого мы играем, выбрать себе также любимчиков, это все очень интересно, правда, не бойтесь, приходите, я надеюсь, это видео выйдет именно сегодня, а сегодня 16, значит сегодня в 5 часов мы с вами планируем грандиозный стрим, где будем праздновать мое увольнение, кайфовать с вами, отдыхать, в общем, всех очень сильно жду, и лишний раз хочу вам сказать всем огромное спасибо, я вас безумно сильно люблю, вы очень классная поддержка, я ее ощущаю, я надеюсь, что я сейчас выделю себе один день, прям целиковый, чтобы съесть, купить вкусняшек и выделить время, знаете на что, зайти наконец-то в творческую студию и ответить на все ваши комментарии, которые у меня скопились, поэтому не бойтесь, если вы писали видео месяца 3 назад, а сейчас необычно такое придет, неожиданно, здрасте, я ваша тетя, вот вам ответ на ваш вопрос, вот, постараюсь ответить, ну, конечно же, как всегда, на комментариях, где скачала такую прическу, я отвечать не буду, я думаю, что я на этом буду заканчивать, ждите, моих следующих творений, подписывайтесь обязательно на телеграм-канал, на вк, где тоже 2300 подписчиков, откуда вы взялись, люди, я не понимаю, что вы делаете, там же нет никакого актива, но все же подписывайтесь, вот, и еще поступает до сих пор большое количество заявок на группу в телеграм, именно беседу, и я опять же повторюсь, то, что мы сейчас никого не принимаем, просто потому, что у нас уже там скоперировался клуб поинтересовало, короче, очень большой клуб, где мы сидим, мы уже все друзья, нам очень комфортно, мы открылись друг перед другом, открываться перед новыми людьми достаточно сложно, мы уже пускали новых людей, абсолютно все это превращается в какую-то вакхиналью, и честно, этого бы не хотелось, потому что там просто приходит очень много людей, которые приходят ради вопроса, помогите установить пиратку, типа такого, но честно, мы не про это, поэтому без забит, ребят, адекватных людей мы уже набрали, нам очень здорово вместе, вот, поэтому как так, но на сам телеграм, конечно, подписывайтесь, потому что активничаю, я, конечно, больше там, мне там удобнее, потому что я чаще в беседке в телеграме, также сразу в группу какие-то анонсы выкладываю, и не только, какие-то новости, не обязательно связанные с симс, и у меня уже садится голос, а мне сегодня еще на стриме болтать, поэтому я, пожалуй, побегу, вот, не обижайтесь, ждите, пожалуйста, новых видео, да, и я думаю, это строительство также выйдет на бусте, а для подписчиков через две недели выйдет в общий доступ, все, обязательно отпишитесь, че, как, все, до новых встреч, я вас всех люблю, целую, обнимаю, убежала, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok